Человек, которого хочу вам представить, лично с ним познакомился буквально несколько дней, конкретно где-то неделя. Но для себя понял одно, что мое знакомство не было случайным. И это по сути ответ на тот вопрос, который я долгое время себе задавал. Человек очень опытный, знающий в этом деле, успешный, результативный, открытый и готовый поделиться знаниями и готовый научить, как достичь того же результата, которого достиг он. Словом, идя за ним, можно повторить тот результат, который есть сегодня у него. Прошу, Сергей Савлович. Спасибо за такое яркое представление. Я с большой любовью вас приветствую, особенно те, кто первый раз на нашей встрече. Поднимите, пожалуйста, руку, те, кто первый раз на такой встрече в этом зале. Поднимите руку. Хорошо, спасибо. Особо хочу вас поблагодарить за терпение. Мы начали чуть позже, но на этот счет у меня есть такая жизненная история. Это было лично со мной, когда я был еще совсем маленьким. Примерно в 80-е годы, начало 80-х. Кто помнит, тогда был очень известный артист разговорного жанра Геннадий Хазанов. Кто помнит? Служенский. Все помните? Помните, насколько его успех был грандиозен. В каждом городе его ждали просто аншлаги. И вот я сам из Севастополя, и вот концерт Геннадия Хазанова назначен был на 18 часов. И в доме офицеров флота тысяча человек, все ждут, фойе гудит, все в ожидании. 18 часов наступает, а никого не пускают в зал. Проходит 10-15 минут, фойе начинает как пчелиные ульи уже гудеть, все начинают возмущаться. Что же такое? Выходит конферансе и говорит, вы знаете, дорогие гости, вот такая произошла ситуация. Самолет, на котором летел Геннадий Хазанов, он задержался. И в то время, когда должен был начинаться концерт, в 18 часов, он еще в воздухе. То есть он еще даже не приземлился. Поэтому мы ожидаем, что он будет примерно к 8, то есть концерт должен начаться в 6. И мы ожидаем, что где-то около 8 он будет. Поэтому вот кто хочет, вы можете сдать билеты, мы вам вернем деньги. А кто желает, вы можете дождаться Хазанова, и он выступит и отработает все, как обещал. Никто не сдал билеты. Тут приносили уже кофе, пирожки, там всех развлекали. В общем, наступает час 19.30. То есть уже полтора часа все ждут. И вот 19.30, открывается дверь из зала, все туда забегают. Время уже без 28. Все в таком нетерпении. Время без 15.08. И тут выходит Геннадий Хазанов на сцену. Все, конечно, взрываются аплодисментами. Ура, ты к нам приехал. То есть мы тебя так ждали. И он говорит, дорогие гости, извините, что мы начали позже, но не переживайте, закончим вовремя. Поэтому не переживайте, мы закончим вовремя. Примерно час-полтора нам нужно времени. И если кто-то из вас очень-очень торопится, вы можете тихонько встать и выйти. Это не проблема. С чего бы хотел начать сегодняшнее выступление я? Дело в том, что я бизнесом занимаюсь уже больше 10 лет. И программа, о которой сейчас пойдет речь, она для меня не случайна. И более того, я ее изучал больше года. То есть в прошлом году я узнал о программе Forever, о компании FLP. Это Forever Living Products. Кто из вас знает английский, а большинство, конечно, знают. Forever в переводе с английского это на века. Такое название, которое уже заслуживает внимания. И хочется разобраться, что это за такая компания, которая себя называет продукцией для жизни, для здоровья на века. И краткое название компании, вот если дай мне какой-нибудь продукт, краткое название компании, такое сокращенное. Вот оно так и выглядит, видите, да? Forever. 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 С прошлого года я изучаю данную компанию, изучаю маркетинг этой компании. То есть какие здесь можно заработать деньги. Я изучаю надежность и законность нахождения данной компании на нашем рынке. Я очень много материалов на эту тему собрал. Я изучаю качество продукции, эффективность продукции и востребованность на рынке. Я изучил систему построения бизнеса. И я достаточно тесно познакомился с бизнес-тренерами, то есть со спонсорской линией, которая на сегодняшний день просто уникальна. То есть я больше 10 лет наблюдал за человеком, а за которым сейчас иду в этом бизнесе. Это Атила Гидо Палви. Для кого-то это известно имя? Если вы не знаете, кто такой Атила Гидо Палви, буквально два слова о нем скажу. Атила Гидо Палви 13 лет работал с сетевой компанией Amway. Знаете, какую компанию, да? За 13 лет он заработал около 100 миллионов долларов только в Amway. И два года назад он уходит из компании Amway. И как вы думаете, человек с таким опытом и с такими познаниями в бизнесе, он мог правильно выбрать для себя компанию, в которой он хотел бы дальше работать? Как вы считаете? Он профессионал? Кто из вас считает, что человек, зарабатывающий 5 миллионов долларов в год в сетевом проекте, это профессионал? Почему он ушел? Это другой вопрос. И он мог выбрать на рынке то, что сегодня лучше. И вот он выбрал forever. А я за ним 10 лет наблюдал. Я всегда хотел обучаться у Атилы Гидо Палви, но мне не нравилась компания сама. Amway. Не потому что она плохая, она очень хорошая действительно. Но я пробовал продукт, он мне не подошел. Я изучал маркетинг, он мне не понравился. И из-за таких факторов меня вот, ну, я просто не люблю заниматься тем, что мне не нравится. А вот бизнес-тренер, он потрясающий. И вот я узнаю, что он переходит в forever. И я с прошлого года очень активно начинаю изучать эту компанию. И все пункты, которые я назвал, законность, продукция, выплаты финансовые, система построения бизнеса и спонсорская линия. Все эти пункты имеют, как это, знаете, пятизвездочный отель, да? Пять звезд. Все пункты. И в июле этого года я поехал еще и на семинар от Ирогида Палвер в Казань. Вернувшись из этого семинара обучающего, знаете, я уже больше десяти лет, так сказать, занимаюсь бизнесом. Я думал, что я про сетевой бизнес знаю очень много. То есть я тысячные структуры строил. То есть я знаю, как это все делать. Я зарабатывал тысячи долларов, десятки тысяч долларов. Я думал, что я про сетевой бизнес знаю, ну, вот столько примерно. После его семинара я понял, что я знаю вот столько. И здесь очень важное правило, которое работает в бизнесе. Не важно, что вы делаете, важно, с кем вы это делаете. То есть если вы кого-то увидите хоть когда-нибудь, очень успешного человека, всегда знайте, что рядом с ним был еще более успешный тренер. Это как в спорте. То есть если вы общаетесь с людьми равного вам уровня, вам просто нечему у них учиться, правда? И вы в этом уровне постоянно и находитесь. И ваш рост, он очень-очень медленный. Допустим, вы хотите стать чемпионом мира, ну, например, по фигурному катанию, да? И вы обращаетесь к тренеру дворового уровня, который во дворе учит детей просто кататься на коньках. Он у вас выучит стать чемпионом мира по фигурному катанию. Или вы обращаетесь к тренеру республиканского масштаба. Тренер республиканского масштаба поможет вам стать чемпионом мира? Нет. Тренер мирового уровня может вам помочь стать чемпионом мира? Да. Вы знаете, в бизнесе работают те же правила. Если вы хотите стать успешным в бизнесе, у вас должен быть тренер мирового уровня, который хотя бы несколько миллионов долларов умеет зарабатывать ежегодно. То есть в моем глубоком таком понимании, что у нас извращенное в нашей стране понимание бизнеса. Наши люди думают, если они зарабатывают 5 или 7 тысяч долларов в месяц, там 40-50 тысяч гривен, они считают себя, что они чуть ли не тут всю Украину могут купить. Что это уже прям такой уж бизнес у них, что они вот такие вот ходят. А если человек зарабатывает, например, 80 тысяч гривен в месяц, ну 10 тысяч долларов, он в эту дверь не войдет вообще, потому что у него такое, знаете, оно упрется там в косяк и не пропустит его сюда. Потому что он думает, что он весь мир скоро купит. 10 тысяч долларов в месяц это просто, ну это даже не бизнес, понимаете. Бизнес это 50 тысяч долларов в месяц доход, ежемесячный. Вот это уже бизнес. Ну или хотя бы 40. Все остальное это просто детский лепет. И принципиально это, в общем-то, пирамида жизни. Знаете, как выглядит? Вот здесь вот находится 90% людей, которые живут в среднем до 5 или до 6 тысяч гривен ежемесячного дохода. Вот здесь находится примерно 5% людей. Это люди, которые уже частные предприниматели, которые зарабатывают хотя бы 10 тысяч гривен в месяц. Но пашут как... Вот эти хоть выходные имеют, а эти даже выходных не имеют. Потом еще есть примерно 3-4%. То есть это цифры такие приблизительные, понимаете, да? Вот эти люди, конечно, уже достаточно богатые, имеют доход примерно 30-40 тысяч долларов в месяц. И есть 1% людей на земле, которые владеют 99% всех богатств. Где вы сегодня находитесь? Честно. А где вы хотите быть завтра? Там. В лакушке. Еще в лакушке. Первый способ сюда добраться, это найти такого успешного бизнесмена, который зарабатывает миллионы долларов, и учиться у него. Поэтому первый совет, который я вам даю прямо сейчас, не приходите на наши занятия. Не нужно обучаться у меня. Придите домой, возьмите записную книжку, выпишите всех знакомых миллионеров, позвоните им и попросите, чтобы они вас учили. Вам это поможет. Понимаете, да? Если вы не найдете такого человека, который готов вам помочь, а как это должен помочь? Ну, например, кто из вас хочет быть успешным? Вот вы, например, хотите быть? Успешный человек, это человек, который зарабатывает ну, сто или 200 тысяч гривен в месяц хотя бы, да? Так вот, вам нужно найти такого человека, и этот другой человек должен захотеть вам помочь. И вот, например, как вас зовут? Я говорю, Саша, есть тема, то есть есть бизнес, в котором можно зарабатывать деньги. Я на тебя смотрю, ты на меня смотришь. Мы знакомимся, мы присматриваемся к друг другу, и в какой-то момент я понимаю, что он мыслит примерно так же, как я, да? Я могу зарабатывать деньги. Я говорю, Саша, я тебе протягиваю руку, я готов тебя научить сделать то, что сделал я. Я ему протягиваю руку. Он берется за эту руку. И вот если я захочу, я буду его вести вот сюда. Понимаете? Если я этого не захочу, я его не поведу туда. Присаживайся. Понимаете, как это работает, или нет? Понимаете? Так вот, мне очень повезло, очень-очень повезло, что я понравился Атиле Гидопауле. Когда я с ним встретился, я ему сказал, Атилов, я буду номер один в Украине в этом бизнесе. Он говорит, хорошо, тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это. Это было в июле. Я в августе начал строить этот бизнес. Я год изучал почти, понимаете, да? С прошлого года. Этот проект, проект. И в августе я начал только-только вот строить этот бизнес. Кто из вас сетевики? Кто знает сетевой бизнес? Поднимите руку выше, выше. Слушайте. Кто вообще не понимает, что такое сетевой бизнес? Поднимите руку. Таких нет. Значит, вы должны были слышать, что в сетевом бизнесе в самом начале, в общем-то, денег нет. Правда? За первый месяц обычно люди зарабатывают 200, 300, 400, ну, 500 гривен. Так ведь? Первый месяц в сетевом. За второй месяц, может быть, тысячу, две или три тысячи гривен. Правда говорю или нет? В сетевике кините, если я говорю правду, да? У меня первый месяц был август. В августе я заработал 20 тысяч гривен. Второй месяц был сентябрь. В сентябре я заработал 30 тысяч гривен. Сейчас идет октябрь. Он еще не закончился. Я только за сегодняшний день, знаете, сколько я за сегодняшний день заработал? 10 тысяч гривен. Чистые прибыли. За один день. Я посчитал, что я в октябре заработаю 45-50 тысяч примерно. Гривен. За октябрь. Он еще не закончился, кстати, октябрь. Завтра я тоже 10 тысяч заработаю. То есть получается, смотрите, за три месяца я только начал новую программу. Я заработал почти 100 тысяч. И знаете, что еще произойдет 1 ноября? Мне компания подарит еще 120 тысяч, кроме этих 100, которые я уже заработал, еще 120 тысяч гривен на автомобиль. Таким образом, за первые три месяца в этой программе я заработал 220 тысяч гривен. Это примерно 30 тысяч долларов. кто из вас хочет научиться, как это сделать? Я завтра буду этому учить. В 9 утра. Здесь. И речь, конечно, в самом начале пойдет о программе компании Forever. Всегда с большой гордостью я об этом говорю. Компания Forever это третья самая большая в мире компания. Больше 32 лет на мировом рынке. Официально в 147 странах мира компания работает. Легально. В том числе и в Украине. Во всем мире, знаете, если посмотреть на карту мира, представляете себе, Украина тут малюсенькая-малюсенькая страна, потом Россия, Европа, Ближний Восток, Америка, Северная, Южная, Африка. Представляете, да? Во всем мире просто вот как пожарище горят. Эта компания ну просто гремит. Невероятно. А в Украине ее нет. Просто нет. Знаете, что произошло с теми людьми, которые самые первые начали работать, например, в компании Amway? Знаете, что с ними произошло? Они стали миллиардерами. Долларовыми. Знаете, что произошло с теми, кто чуть позже пришел после них? Они стали мультимиллионерами. Компания Amway. Знаете, что произошло с теми, кто первыми начали работать в Гербалайфе? Они стали миллиардерами в Гербалайфе. Те, кто пришли позже, они стали мультимиллионерами, потом миллионерами. Понимаете, да? У меня к вам вопрос. Кто из вас хотел бы быть в числе первых компаний в нашей стране? На 45 миллионов человек эта компания вообще не представлена в Украине. Просто не представлена. Я не знаю, как это произошло. Я очень долго не мог в это поверить. Но это уникальный шанс нам быть в числе первых. Потому что вот такая малюсенькая страна, Венгрия, с уровнем жизни примерно, как в Украине, делает 7 миллионов долларов оборотов в месяц этой продукции. 7 миллионов долларов в месяц. Украина в 4 раза больше, чем Бенгрия, а оборота 0,4. О чем я сейчас говорю? Я говорю о емкости рынка. То есть наш рынок может принять этой продукции примерно 20-25 миллионов долларов ежемесячно. А по маркетингу компаний больше 50% компания выплачивает наличными деньгами своим сотрудникам. То есть ежемесячно 10-12 миллионов долларов это то, что будет распределяться между людьми, которые самые первые сейчас войдут в этот проект. Понимаете или нет? Кто из вас знает, как это сделать? Первыми захватить рынок. Кто знает? Я знаю. Причем знаю детали. Прямо каждый шаг. За 3 месяца хороший результат. Кто из вас считает, что это хороший результат? Я думал, что и кстати некоторые люди на встречах говорят ну это ты вот типа ты вот такой какой-то чуть-чуть сумасшедший наверное. Вот только сумасшедшие могут получать сумасшедшие деньги, да? Все нормальные получают нормальные деньги. Помните там внизу? Зарплату, да. Вот. Но я думал, что это я только такой. Ну вот есть Светлана. Стань, пожалуйста, Светлана. Давайте я поприветствую. Вот. Что же? Первый месяц сейчас работает вот со мной так вот профессионально начала работать первый месяц и тоже 20 тысяч за первый месяц сейчас заработает. Игорь и Марина встаньте, пожалуйста, тоже вот семейная пара. Тоже первый месяц только начали работать и тоже почти 20 тысяч. То есть если что-то повторяют люди там, да? это можно повторить любому человеку? Как вы считаете? Конечно. Конечно. Но нужно этому научиться. И этому я буду обучать завтра в 10 утра. Как я хочу построить сейчас нашу встречу? Две части будет. Одна видеоинформация это о компании. Официальный ролик компании. Ему правда несколько лет. Потом мы его прокомментируем. И после видеоматериала будет информация очень короткая, постараюсь о продукции и большего деньга. Хорошо? Кого из вас интересует вопрос денег? Честно только. Честно. А кого не интересуют деньги? Наши. Нет таких. Вот кого не интересует, можете смело сейчас встать и выйти. Кого интересует, можете остаться. И мы готовы видео посмотреть, да? Сейчас, секундочку. и начал изучать информацию о компании, то, естественно, прежде всего, меня, как человека, который занимается бизнесом, меня заинтересовала возможность, как здесь построить бизнес и как здесь можно заработать деньги. Правда? Но, чуть позже, разобравшись с этим вопросом глубже, я пришел к выводу и на сегодняшний день я настаиваю на этом выводе. Вы не можете построить долгосрочный, масштабный бизнес с плохим продуктом. Кто с этим согласен? Поэтому, прежде чем мы перейдем к финансовой стороне вопроса, я хотел бы несколько минут поговорить о востребованности продукта и почему этот продукт и товары, которые представляет компания сегодня на рынок, они будут востребованы на нашей территории, причем потрясающе будут востребованы. И как эту востребованность использовать для личной выгоды каждому из вас. То есть, мою выгоду вы уже заметили, да? То есть, я повторю немного. То есть, вот за первые три месяца это 220 тысяч. Хорошая выгода? Конечно. То есть, я могу вас научить, как вы можете получить такую же выгоду. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, если бы я мог показать вам способ, с помощью которого вы удвоите или утроите свой доход за ближайшие два месяца. Если бы я мог показать вам способ, с помощью которого вы удвоите или даже утроите свой доход за ближайшие два месяца. И уже к Новому году будете зарабатывать 20, 30 и больше тысяч гривен в месяц. Кто из вас хотел бы с достаточным уровнем внимания изучить это? Хотели бы? И могу вам дать первый совет? Нет, это не совет, это просто мой личный опыт. И он подтвержден уже годами. Все, что сейчас я буду говорить, это не то, что я где-то прочитал или я так предполагаю. Все, о чем я буду говорить, я это пережил. Это мой личный опыт. К какому выводу я пришел? Если вы чего-то не знаете, в любой сфере, что нужно сделать? Нужно обратиться к эксперту. Если у вас болит зуб, то желательно идти к стоматологу, а не к гинекологу. Ну или, по крайней мере, не к автослесарю. Если у вас проблема с автомобилем, то не нужно идти к стоматологу, нужно идти к автослесарю. Правда? То есть в любом деле есть эксперт. И какой интерес сегодня в голове каждого из вас? Что сегодня могло бы заинтересовать каждого человека, который сидит в этом зале, который ходит по улице? Что? Что нас всех объединяет, например? Здоровье, финансы. Да. Здоровье, финансы. Еще что нас объединяет? Любовь. Любовь. Еще что? Любовь. Личное развитие, желание реализованным быть. И еще некоторым важно быть полезным для других людей. То есть приносить пользу обществу. Да? Мы хотим быть счастливыми. Это какие-то составляющие вот этого нашего счастья. так вот, если мы чего-то не знаем, ну, например, как быть здоровыми? Кому нужно обратиться? К эксперт. Вот, только что девушка сказала к врачу. тут очень такой тонкий вопрос. кто из вас знает, что средняя продолжительность жизни в Украине 60 лет? Вы это знаете, да? Кому из вас нравится вот эта идея умереть в 60 лет? Ну, ведь такая средняя продолжительность. если вы ничего не предприняете для себя, вы, как и все, умрете в 60 лет. Хорошая идея? Хорошая идея? Не очень. Так вот, если, допустим, большинство людей не знают, как стать долгожителем, что нужно сделать? Обратиться к эксперту. Я нашел такого эксперта. Кто из вас, да пусть будет, не мешает. Кто из вас читал книгу «Умершие доктора Нилгут»? Поднимите руку. Кто не читал? Поднимите руку. Срочно купите ее на книжных вот этих лавках. Она стоит всего 8 гривен. Кто такой автор этой книги? Доктор Олог. Это профессор. Доктор медицинских наук. Лауреат Нобелевской премии. То есть, это необычный человек, понимаете, да? Его диссертация находится и хранится в организации объединенных наций, как достояние всего человечества. Вот часть его диссертации, изложена в этой книге. Слушайте очень внимательно. Исследуя причины смерти людей и животных, я произвел 17,5 тысяч вскрытий трупов. И вот к какому заключению пришел. Очень важно. Каждое животное и каждый человек, умерший естественной смертью, умирают от неполноценного питания, то есть, от дефицита витаминов, минералов и микроэлементов. Повторяю. Каждое животное и каждый человек, умерший естественной смертью, умирают от неполноценного питания, то есть, от дефицита витаминов, минералов, микроэлементов в организме. Следующая часть его доклада. Теперь я вам хочу сказать, главное, человек и генетический потенциал продолжительности жизни у вас составляет 120-140 лет. 120-140 лет должен жить в среднем нормальный человек в мире. А в Украине средняя продолжительность жизни 60 лет. То есть, каждый из нас не доживает 60 лет жизни. По какой причине? Она уже вот тут обозначена. Дефицит витаминов, минералов в организме. Вы можете сегодня восполнить этот дефицит с помощью покупок овощей и фруктов на рынке? Нет. Знаете почему? Все фрукты сегодня срываются в период дозревания, чтобы они лучше сохранить. Знаете, да? Да. И там полезного всего 10-15% этих фруктов, а 80% там вредного. Чего? Химии. Потому что сейчас все сельское хозяйство химизированное. Наши бабушки и дедушки пользовались пестицидами, гербицидами, какими-то гадостями для выращивания продукции. Нет. Нет. Поэтому они были намного здоровее. Так? Следующий момент. Вода сегодня качественная для питья. Ей даже мыться нельзя. В душе, которая у нас лежит, да, водопроводная. Она просто, это ям практически. Если вы выпьете два ведра воды, вы умрете. Будете отравлены. А экология сегодня хорошая. Куда крестьянину податься, да? Так вот, поэтому все живут 60 лет на нашей стране. А кто-то вот сказал, что нужно обратиться к врачам, чтобы узнать, как жить дольше. А знаете, какая средняя продолжительность жизни врачей в нашей стране? 49 лет. То есть в среднем врачи в нашей стране, то есть те, кто должен больше всего знать о здоровье и о долгожительстве, да, долголетии, живут меньше всех. И тут, наверное, нужно подумать. Имеет ли... Это вообще-то как умно, или это не умно, обращаться к тем, кто меньше всего об этом знает. Не умно. Не умно. Что тогда делать? Обращаться к экспертам. А он уже сказал. И в конце его статьи написана вот такая потрясающая фраза. Каждый день, когда вы хоть один день не приняли минералы, витамины, микроэлементы, ваша жизнь укорачивается на несколько дней. Вот кто из вас сегодня честно выпил целую горсть добавок? Я. Значит, я умру в 120. Кто не поднял руку, умрет в 60. Может быть, раньше, до нашей встречи, вы об этом так не думали. Правда ведь, да? Но сейчас я вам об этом сказал, и вы теперь знаете. У вас есть два выбора. Первый выбор, это как все. Второй выбор, позаботиться о своей продолжительности жизни. Да, чуть-чуть. И опять же, мы можем получить даже доказательства того, о чем я говорю. Кто из вас считает, что японцы это глупая нация? Кто считает, что это умные, ребята? Доказательства нужно, что они умные или не нужно? Вот такая вот микроскопическая страна, микроскопические острова, где нет ни одного полезного ископаемого. Страна номер два в мире по экономической мощности, после Соединенных Штатов Америки. Если бы там хоть одно полезное ископаемое было в Японии, она была бы номер один в мире. То есть, страна такая мощнейшая за счет способности мыслить этих людей. Плюс культура, плюс традиции, да? Как бы все это вкладывается. Так вот, в 1983 году правительство Японии пригласило руководство компании Forever в Японию. И был заключен договор, что компания Forever обеспечивает всю Японию фрешем алоэ. Знаете, с какой целью? Каждый новорожденный япончик, то есть маленький японец, с первого дня жизни от государства бесплатно получает фреш алоэ от компании Forever. Япония это все закупает и вся Япония пьет. Знаете почему? Потому что там была принята государственная программа, которая называется «Оздоровление и долголетие нации». Кто из вас не слышал, что японцев бомбили и была Киросима Нагасаки там? Бомбардировка. И были проблемы очень серьезные со здоровьем у этих людей. Правда? Да. И вот ученые доказали и выяснили, что лучшее средство для оздоровления и вывести из организма вот эту радиацию и помочь организму оздоровиться, оказывается фреш алоэ. Причем единственное алоэ в мире, вот этот алоэ, которое называется алоэ вера, барбаденсис. Все другие виды алоэ не подходят, потому что они являются возбудителями раковых клеток. Вот тот, который у нас растет алоэ на нашей территории, если вы начнете его пить и вы не проверитесь у врача, что у вас может быть есть какое-то опухолевое образование, вы просто очень быстро умрете. Потому что наш алоэ возбуждает рост раковых клеток. Наш алоэ является очень аллергенным, если у вас есть аллергические реакции, вы можете от удушья умереть. Но при ушибах, порезах, ожогах наш алоэ хорошо помогает. Это понятно, да? И это доказано, и есть научная информация. Целый год собирал всю научную информацию об алоэ. Оказывается, даже в Библии написано именно об этом сорте алоэ вера, как лучшее средство, созданное природой для оздоровления. Когда писалась Библия, книга книг, не было компаний forever, правда? Конечно. Поэтому, когда мне говорят скептики, ну, вы сейчас вынуждены рекламировать алоэ, потому что вы его как бы, вот, ну, вы бизнес делаете, я говорю, ну, 2000 лет назад не было ни forever, ни сетевого бизнеса, правда? Но уже тогда об этом говорилось. Значит, наверное, люди почему-то это знали. Потом, по какой-то причине, ну, это уже не важно, сделали так, чтобы люди это забыли. У меня к вам вопрос. Чем лучше всего компенсировать недостаток витаминов, минералов в нашем организме? Тем, что человек сам придумал, и сегодня на рынке есть тысячи предложений и добавок, правда? Ну, там сам человек скомбинировал эти вот составляющие, чуточку витамина С, капельку там, микро... Ну, чего-нибудь, понимаете, да? Витамин В, С, там, по чуть-чуть, по чуть... Это сам человек создал. А человеку свойственно ошибаться. Правильно он создал эту комбинацию, неправильно еще не доказано, правда? А здесь лист алоэ, которому миллионы лет, за миллионы лет природа создала такую комбинацию, вы видели, да, 200 микроэлементов, витаминов, минералов, которые, знаете, как находятся? Кто знает такие законы синергетические, когда один дополняет другой, и когда три человека дают результативность не суммарную, раз, два, три, а приумноженную, девять. Знаете, да, что такое синергетический закон? Так вот, в этом листе алоэ все синергетически сложено. Каждый компонент усиливает другой компонент. А теперь доказательство того, о чем я говорю. Средняя продолжительность жизни японца 94 года. это доказательство или нет? Как вы считаете? В гости? Ну, да. Конечно, доказательство. Нужно ли еще что-то доказывать в этом плане? Поэтому первое, что я хочу посоветовать, соберите всю информацию о продукции. она безупречно по качеству, она очень низкую цену имеет, то есть ценовая политика просто меня восхитила, и огромная линейка продукции, то есть все, что нужно человеку каждый день в быту, дома, вон там часть этой продукции представлена, но хочу вот некоторые вещи показать. Смотрите, я вот утром просыпаюсь и обязательно иду чистить зубы. Кто из вас это делает? Вот есть зубная паста алоэ и прополис. Натуральная, которая кровоточивость десен устраняет. Парадонтоз, парадонтит. Вот 10 дней вы пользуетесь, и у вас уходят проблемы полустирта. Хорошая паста. Стоит 4 гривны в месяц. И тут нужно задать себе вопрос, вот что лучше купить? То, что тебе помогает натурально оздоравливать за 4 гривны в месяц, или колдгейт за 15 гривен в супермаркете? Колдгейт и блендомет, вы знаете, это химия, да? Полустирта мгновенно все всасывается. Химия вам помогает оздоравливаться или убивает вас? Убивает. Вот и решайте, или за 15 гривен в супермаркете, или за 4 гривны в собственном магазине, то, что вас оздоравливает. Тюбик стоит 40 гривен на 10 месяцев. Здесь 300 доз. Тот же дезодорант. 4 гривны в месяц. Обходится. У меня мама работает гинекологом уже 30 лет. И она говорит, Сережа, это сегодня такая катастрофическая проблема. Я говорю, какая? Мужчинам ампутируют молочную железу сейчас. Знаете почему? Вы пошли в супермаркет, купили за 30 гривен дезодорант, шариковый или не шариковый. Как котенок подходит к своему другу, говорит, я раньше пользовался шариковым дезодорантом, а теперь пользуюсь своим, потому что шарик ругается. Вы купили дезодорант, он на основе солей алюминиевой кислоты. Вы сделали гигиеническую процедуру, а здесь лимфоузел. Мгновенно все пошло в лимфу и в молочную железу. И рак. Кто знает, что у женщин такое случается, мастопатия, опухоль, да? Но когда женщинам это уже много лет делают, ну, грудь удаляют, как бы мы к этому привыкли, но для мужчин это было что-то... Сейчас уже это происходит. И вот у вас выбор, или пойти за 30 гривен купить то, что вас будет убивать, или вот тоже 40 гривен на 10 месяцев, на год хватает вот эту штуку, 4 гривен в месяц. То же самое шампуни, все натуральное, даже стирать белье и мыть посуду, натуральные вещи алоэ. Уберите всю химию, приведите домой все натуральное, все лекарства выбросите, всю косметику выбросите. Кто любит спа-процедуру оздоровительную? Пожалуйста. Кто пользуется косметикой декоративной, натуральной алоэ? Женщины, чтобы вы знали, мужчина за свою жизнь съедает 8 килограмм помады с ваших губ. Химича, которую вы покупаете, очень недорогую, в компании какой-то там недорогой. И вы убиваете своих мужчин. Купите натуральную помаду, оздоравливайте их во время поцелуев. Кстати, целоваться очень полезно. Белая косметика, крема, можете посмотреть. Крема для молодых девочек, там с 11 лет, для молодой кожи. Вчерильная продукция. Кому нужно рассказывать, что сраполис, маточное молочко, пыльца, мед, это лечебные вообще вещи. Кто это не знает? Пожалуйста, такая продукция. Продукция для восстановления мужских функций, для восстановления зрения. Продукция для детей, это общительная тема для разговора. Приведу тоже пример. Я уже больше 10 лет занимаюсь добавками. У меня младшенькая доченька, ей 6,5 лет. С 3 лет она у нас пьет витамины и добавки. Я их раньше покупал в российской компании, где я тоже работал в сетевом проекте. Комплекс витаминов, минералов для ребенка. Выполнены даже в форме животных. То есть бегемотик, носорог, фигуренок, жираф. Витаминки такие сделаны. Дети с таким удовольствием их едят. Раньше у нас всегда была проблема заставить ребенка выпить. Потому что они сопротивляются. Витаминки пить, это глотать, запивать. Сейчас она с удовольствием это все сама потребляет. Но цена. В той компании, где я работал, 60 таблеток, почти 300 гривен стоили. 280. 60 таблеток, 280. 120 таблеток, 75 гривен. Вы разницу чувствуете в цене? То есть цена на данную продукцию высочайшего мирового уровня качества и эффективности, но значительно дешевле, чем все, что вы можете приобрести на рынке. Лично вам это выгодно. То, что увеличит продолжительность вашей жизни хотя бы на 30 лет. Кто хочет на 30 лет больше прожить, чем вам отведено сейчас в нашей стране? Уже доказано, что лучше сделать. Купить сок алоэ, попить его и все. Сок алоэ восстанавливает формулу крови, очищает капилляры. А это единственная причина старения человека. Засоряются капилляры, все, вы стареете и умираете. Для спортсменов продукция много очень интересной другой продукции. Продукция для коррекции веса. Кому-то нужно поправиться, кому-то нужно похудеть. И фреш и алоэ. Для восстановления сустава просто потрясающая вещь. Я видел, как это работает. Практически лежачий человек, который уже не мог ходить, сейчас встал и уже ходит, и даже на работу ходит. Хандроэтин, глюкозамин и органическая сера МСМ входит в состав этого. Вот там в баночке, можете потом посмотреть. И цена очень доступная. Очень-очень. Поэтому давайте теперь предположим, что вы изучили всю эту продукцию. Есть вот эти каталоги. Обратитесь к тем, кто вас пригласил. Возьмите эти каталоги, почитайте. Зайдите в интернет обязательно. Наберите в поисковике «Алоэ Вера» отзывы клиентов. Вы получите миллионы отзывов. И одно, в чем я хочу вас убедить, вы не получите ни одного отрицательного отзыва. Это тоже очень удивительно. И вот давайте, вы уже приняли для себя решение, что продукция хороша для того, чтобы улучшить здоровье, чтобы дети не болели, старики стали чуть-чуть пободрее, да? Самому бы неплохо прожить лет 90 или 100. Правда? Хорошая идея. Вы можете покупать эту продукцию по трем ценам. Давайте вопросы в конце встречи, прошу? Просто мне нужно уйти, скажите, завтра в 9? Нет, в 9 только те, кто уже приняли решение работать и подписали контракт. То есть это не для всех. Вы подойдите в 9, можно? А кто вас пригласил? Это твои, да? А, ну все, вы решите с человеком, кто вас пригласил. Хорошо, хорошо. То есть у вас есть три варианта приобретения этой продукции. По оптовой цене, то есть это самое низкое, затем плюс 21,5% это цена нового дистрибьютора, и плюс 21,5% это розничная цена продукции. Ну, конечно, самая высокая. По какой цене вы хотели бы брать продукцию, которая будет вам помогать? По оптовой. Разница между оптом и розницей 43%. Брать ее по оптовой цене очень просто, потому что подписание в компании бесплатно. За контракт платить деньги не нужно. Это принципиальное отличие компании от всех других программ, которые сегодня предлагаются на рынок. Хоть 35-40 гривен за контракт заплатить нужно в любой другой компании. В некоторых даже 300 гривен нужно заплатить за контракт, и потом ежегодное подтверждение этого контракта опять нужно за контракт платить. 200 гривен или 100 гривен нужно каждый год. Здесь бесплатно, один раз и на всю жизнь. Вы получаете свой номер, в интернет у вас бэк-офис, и этот номер работает в 147 странах мира. У вас появится клиент, друзья, знакомые в любой стране мира, вы можете дать свой номер, и они будут уже по вашему номеру употреблять эту продукцию. Единственное условие, что так как все в компании бесплатно в плане регистрации, нет каких-то ежемесячных оплат, ежегодных, ничего нет. Компания отпускает от своего склада минимальный объем продукции на 50 долларов со скидкой сразу. Вот по этой цене, по средней скидке. По цене нового дистрибьютора. То есть ПОПТ плюс 21,5%. И работает дальше накопительная система. Вы можете, например, сегодня взять себе на 50 долларов. То есть некоторые люди, они очень осторожные, они хотят сначала попробовать, присмотреться, поизучать. И вот берут себе на 50 долларов. Много это или мало? Ну, 370 гривен, примерно так. Потому что курс в компании еще меньше, чем рыночный курс. И вы можете постепенно приобретать продукцию, как только вы наберете 2 балла, 2 балла в сумме, с этого момента на всю жизнь у вас будет оптовая цена. Что такое вот эти 2 балла? 1 балл компании равен 192 доллара по оптовой цене. Вот. Вышли на 2 балла. Все. Теперь оптовая цена на всю жизнь. Но первые 2 балла вы всегда берете по этой цене. То есть до выхода на 2. Понятно, да? То есть по чуть-чуть берете, берете, берете. Вышли на 2. Теперь будет так. Продолжение следует...